Всем привет, меня зовут Сергей и вы смотрите канал Human Spirit. Совсем недавно мне пришел из Китая новый 4-кулачковый токарный патрончик с независимым перемещением кулачков. И сегодня мы будем устанавливать его на мой китайский токарный станочек WM210V на 400. Раньше у меня был только обычный 3-кулачковый самоцентрирующийся патрон, но теперь у меня есть и такой патрончик и с ним возможности моего токарного станочка сильно расширились. Например, можно зажимать квадратные и прямоугольные детальки типа таких. Вот, берем, зажимаем с четырех сторон и все, деталь можно обрабатывать на токарном станке без всяких дополнительных оправок. Также можно смещать отдельные кулачки, например, вот эти два или вот эти. И таким образом растачивать детали в определенном месте или точно по центру с очень высокой точностью. Не надо использовать никаких подкладочек под кулачки, не надо вставлять кулачки через один виток спирали или с каким-то смещением. Не надо придумывать никаких оправок или приспособ, просто смещаешь кулачки настолько, насколько надо и все, зажимаешь деталь, спокойно ее обрабатываешь. Также любой из этих кулачков можно переставить другой стороной. То есть эти кулачки являются одновременно и прямыми и обратными, что очень удобно. Сам патрончик стоит примерно 50 долларов, а также его доставка в Киев обошлась еще в 50 долларов. То есть цена вопроса 100 долларов. Внешний диаметр этого патрончика 125 миллиметров. Это родной диаметр патрона для моего токарного станочка и он устанавливается без всяких дополнительных переходников. Название патрона К72125, это значит 125 миллиметров. Производитель китайская компания Sunow. Качеством патрончика я очень доволен. Кулачки шлифованные. Пазы под кулачки непонятно, то ли шлифованные, то ли это мелкая фрезеровка. Но в общем кулачки не болтаются, ходят очень хорошо, плавно, не закусывают. Все поверхности красивые, гладкие, ровные и вообще качеством я очень доволен. Насколько я понимаю, сами кулачки и корпус патрона сделаны из чугуна. Это конечно не очень хорошо, но терпимо. Зато цена получается ниже. И кроме того, я не собираюсь зажимать этот патрон ломом или крутить его выше где-то 2000 оборотов в минуту. Так что думаю, его прочности для моих задач более чем достаточно. В комплекте с патроном был ключик с пружинкой. Это пружинка для того, чтобы не забыть ключик в патроне. Но я ее снял, так как с ней очень неудобно зажимать и разжимать патрон одной рукой. Жалко, что в комплекте только один ключик. Надо будет сделать еще один. Потому что с таким патрончиком удобно работать двумя ключами одновременно, сдвигая одновременно два кулачка. Ну а также в комплекте идет 4 хороших качественных болта под внутренний шестигранник. Но они мне абсолютно не подходят, потому что планшайба, которая находится за патроном, она впритык к передней бабке. И эти болты закрутить или открутить шестигранником невозможно, так как нету доступа с торца. Ну и самая большая проблема в том, что этот патрон крепится именно на 4 болта. А мой штатный трехкулачковый патрон крепится на 3 болта. Соответственно, в планшайбе есть три отверстия через 120 градусов. Больше никаких отверстий там нету. Это нам абсолютно не подходит, поэтому нам придется разметить и просверлить еще 4 отверстия. Этим мы и займемся. А вот так выглядит задняя сторона этого патрончика. Он крепится на 4 болта и для того, чтобы его прикрутить к планшайбе, в ней надо точно разметить 4 отверстия. Это можно сделать разными способами. Я же решил отрезать 4 маленьких кусочка шпильки М8, заточить их на конус и вкрутить в эти отверстия. После этого будет достаточно приложить этот патрончик к планшайбе, легонько ударить и мы получим 4 точки на планшайбе, которые будут соответствовать 4 центрам 4 отверстий, которые нам надо будет просверлить и с достаточно такой высокой точностью. Делаем наш, так сказать, резьбовой керн. Я отрезал кусочек каленой шпильки, зажал ее в токарный патрончик через кусочек фольги, вырезанной из алюминиевой банки. И для начала давайте это все торцанем. Маловато. Добавим еще чуть-чуть. А теперь давайте снимем маленькую фасочку. Малая продольная повернута на угол. Примерно 45 градусов. Ну и еще чуть-чуть. Можно, конечно, сразу повернуть режущую кромку на 45 градусов и прям в ходу сделать фаску 45. Но я сделаю малой продольной. Какая разница. Все, задняя часть этого керна готова. Вот так вот получилось. Развернул заготовочку. И теперь с этой стороны надо сделать конус с углом при вершине примерно 90 градусов. Для этого малая продольная повернута на 45 градусов. Резец выставлен точно по центру. И с помощью малой продольной точим конус. Погнали. Так, сначала по чуть-чуть. Можно еще поднабавить. Добавляем еще чуть-чуть. Режем в обе стороны. Спилька, конечно, каленая. Но резец берет легко. А вот пила по металлу не берет. Нужна болгарка. Нормально так. Так. Добавляем. Едем обратно. И еще. Еще. Добавляем еще чуть-чуть. Возвращаемся. Все. но уже практически все еще чистовой проходик Субтитры сделал DimaTorzok Так, отъезжаем Выключаем Добавим щеточку, сметем это все Вот так вот получилось Так как резец выставлен по центру Он дорезает до конца И получается достаточно-таки острое острие Шпилька каленая И думаю она будет неплохо работать в качестве керна По крайней мере один раз А больше нам и не надо пока что Вот что у нас получилось Резьба тут М8 А длина этого керна примерно полтора сантиметра Ну и финальная операция Зажал этот керн в тиски И с двух боков конуса сделал два небольших пропила напильником Сталь каленая, но напильник все-таки ее берет Хотя и с большим трудом Эти пропилы нужны для того, чтобы выкрутить этот керн из глухого отверстия Иначе выкрутить его не получится Я повторил все это четыре раза И у меня получились четыре вот таких керна Они все имеют немножко разную высоту Но для нас это не имеет никакого значения Вкрутил эти четыре керна в четыре отверстия в патроне Вот они Они выступают примерно на один миллиметр над плоскостью патрона И теперь достаточно просто приложить его к планшайбе Легонько ударить И керны отпечатают в центре отверстий А для того, чтобы закручивать и выкручивать эти керны из глухих отверстий Очень удобно пользоваться пинцетом Но это еще не все Если померять центральные отверстия этого патрона То его диаметр равен 30 миллиметрам Это стандартный размер для такого патрона Но у меня в токарном станке сквозное отверстие в шпинделе имеет диаметр 38 миллиметров Поэтому я планирую расточить этот токарный патрон с 30 миллиметров до 38 Точно так же, как сделано в моем трехкулачковом патроне по заводу Но если это сделать, то вот эти винты окажутся слишком длинными И будут выпирать в центр патрона Поэтому их надо укоротить каждый на 4 миллиметра 4 миллиметра это 38 минус 30 поделить на 2 Это ровно столько же, насколько увеличится радиус центрального отверстия в патроне Короче, взял один из винтов 4-кулачкового патрона Которые двигают кулачки Зажал его в патрон через фольгу, вырезанную из алюминиевой банки Для того, чтобы не портить резьбу этого винта Зажал со средним усилием, чтобы нормально держалось Потом Вот этот винт зажал Теперь большая продольная подача зафиксирована То есть она не может ездить вот так вправо-влево А подавать резец мы будем по лимбу малой продольной подачи Это намного более удобно Потому что тут один оборот это ровно 1 миллиметр То есть в итоге нам надо сделать 4 полных оборота этой ручки Резец у нас вот такой, простой, напойной Я уже коснулся торца этой детали Отъехал сюда и по лимбу малой продольной Добавил еще полмиллиметра глубины с торца Все, теперь можно торцевать Погнали Добавим еще чуть-чуть Смотрим Станок грызет эту сталь вообще не напрягаясь Вот и все, один проход есть Теперь надо сделать еще несколько проходов Пока мы не сделаем 4 полных оборота на лимбе малой продольной подачи Таким образом мы снимем с торца 4 миллиметра И это будет то, что нам надо Вот так вот получилось Снял 4 миллиметра с торца Отлично видно по сравнению с другими винтами, что этот короче По лимбам получилось сделать достаточно таки точно Думаю, где-то в пределах десяточки Вот в этом месте заканчивается последний виток резьбы этого винта После торцовки он получился очень острым И его надо притупить, например, с помощью бормашины Надо сделать, чтобы он был не острым, а тупым Точно так же, как сделано на всех других винтах по заводу Вот у меня уже все готово на всех четырех винтах А делал я все это с помощью вот такой бормашины Использовал вот такой кружок Самый обычный, абразивный Это примерно такой же самый кружок, как, например, на Тачили Только поменьше Он отлично берет каленую сталь, из которой сделаны эти винты А также им очень удобно подпиливать что-то, что надо сделать более-менее точно Или в каких-то неудобных местах Как видно, круг немножко сточился До того, как я начал пилить, он был цилиндричным Но ничего страшного, так как эти круги стоят копейки Бормашина у меня вот такая, китайская Одна из самых дешевых Но она достаточно-таки мощная И со своей работой справляется просто отлично Даже не знаю, как я обходился без нее раньше Короче, бормашина это незаменимая вещь в любой мастерской Очень удобная, а стоит не таких уж больших денег Рекомендую Также все это можно сделать с помощью точила, болгарки или даже напильника Ничего сложного Теперь нам надо разметить в нашей планшайбе 4 отверстия для крепления патрона Для этого берем 4 наших резьбовых керна И вкручиваем их вот в эти 4 отверстия Их надо вкрутить так, чтобы кончик керна выступал над плоскостью примерно на 1 мм Для того, чтобы это сделать, очень удобно использовать пинцет Ну вот и все, керны установлены на свои места И выглядит это вот так Ну а дальше берем токарный патрон У нас тут есть линия, размеченная с помощью линейки А также на нашей планшайбе есть точно такая же линия Совмещаем эти две линии для того, чтобы спозиционировать патрон относительно планшайбы Одеваем патрон на вот этот вот цилиндрический посадочный поясок Берем вот этот деревянный молоточек и делаем несколько ударов по токарному патрону В 4 местах напротив 4 кернов После чего 4 керна должны оставить 4 точки И это будут центры наших отверстий для крепления патрона После того, как я это сделал, получилось вот так Вот одно кернение Второе Третье И вот четвертое кернение Они получились не очень глубокими Думаю, их надо немножко углубить с помощью обычного керна Немножко углубил кернение с помощью обычного керна Получилось вот так Для крепления 4 кулачкового патрона я не переиспользую никакие из существующих отверстий Я делаю это специально для того, чтобы все отверстия и все шпильки Располагались равномерно по окружности планшайбы И чтобы таким образом не нарушить балансировку шпинделя Хотя в данном случае это не сильно важно И еще один небольшой лайфхак Наверное все, кому часто приходилось сверлить отверстия по разметке, по кернению С помощью ручной дрели Отлично знают, что даже если отверстие идеально разметить и накернить То все равно, когда ты сверлишь, сверло начинает уводить в какую-то из сторон Если после сверления померять смещение То иногда получается, что сверло уходит чуть ли не на миллиметр Это все потому, что когда сверлишь ручной дрелью Нету жесткой фиксации сверла Как например на сверлильном станке или на фрезерном И так как сверло обычно имеет какой-то небольшой наклон А также каждая из двух режущих кромок сверла режет немножко по-разному Сверло неминуемо уводит в сторону И с этим очень сложно что-то подделать Для того, чтобы этого избежать, я придумал вот такую штуку Первое, что я сделал, это зафиксировал шпингель от проворота Сделано это таким образом Вот тут между резцедержкой и шпинделем Зажат кусочек резины, вырезанной из автомобильной камеры Резцедержка с силой упирается в левую сторону В торец планшайбы При этом вот эта ручка зажата Я сделал несколько оборотов вот этой шестерни И получается, что вот этот винт давит всю эту конструкцию в левую сторону Таким образом между резцедержкой и планшайбой создается давление А резиновая прокладка увеличивает силу трения в несколько раз И таким образом шпиндель не может просто так провернуться Потом я взял квадратный кусочек железа Это может быть старый резец или что-то подобное И просверлил его с помощью вот этого же сверла Зажатого в трехкулачковом патроне С помощью этого же токарного станка Получилось достаточно таки точно И угол сверления очень близок к 90 градусам После чего в трехкулачковый патрон этого же токарного станка Я зажал это же сверло обратной стороной И на его хвостовике выточил конус С углом при вершине примерно 90 градусов Точил я этот конус с помощью поворота малой продольной подачи На 45 градусов Получилось достаточно таки точно То есть центр этого конуса с достаточно таки высокой точностью Совпадает с центром этого сверла Потом вращая шпиндель и двигая кернение вверх-вниз А также вращая вот эту рукояточку И двигая сверло от себя на себя Я добился того, что хвостовик этого сверла А точнее вершина конуса, который я выточил на нем Очень точно совпадает с точкой кернения После того, как я это сделал Я намертво зажал вот эти три винта Для того, чтобы зафиксировать малую продольную Потом я зажал вот эти винты Для того, чтобы зафиксировать поперечку А также я зажал вот этот винт Для того, чтобы зафиксировать движение большой продольной Вот в этом направлении То есть движение по всем трем осям Намертво зафиксировано винтами А вращение шпинделя зафиксировано С помощью прижима резцедержки к планшайбе Через резиновую прокладку После чего я могу достать это сверло Развернуть его обратной стороной И вставить в это же отверстие А дальше я беру шуруповерт Вот такой Зажимаю в него это сверло И я думаю, у меня получится С достаточно такой высокой точностью Просверлить планшайбу Погнали! Ну вот и все Одно отверстие готово Добавил еще вот эту вот деревяху Для того, чтобы случайно не просверлить Переднюю бабку при выходе сверла Планшайба сверлится достаточно таки легко Сразу сверлом на 8 Это самое обычное сверло Походу это R6 M5 А планшайба походу сделана из какой-то мягкой стали Совсем не чувствуется, что она какая-то каленая Или типа того Сверло ее берет очень легко При этом получается вот такая вот витая стружка Судя по стружке, это все-таки какая-то мягкая сталь, а не чугун Одно отверстие готово Осталось просверлить еще три Сверлить их буду точно таким же способом Извиняюсь, что не могу показать сам процесс сверления Так как очень тяжело одной рукой сверлить, а другой снимать Просверлил все четыре отверстия Получилось как-то так Точность расположения отверстий получилась тоже достаточно таки неплохой Я решил не переиспользовать никакое из существующих трех отверстий А просверлил четыре новых Это сделано специально для того, чтобы не нарушить балансировку Хотя в данном случае она не очень-то и важна А сбоку все это выглядит как-то так А теперь только осталось пройтись по этим отверстиям зинковочкой Чтобы снять фасочки Вот такая вот у меня зинковочка Под 90 градусов Сейчас быстренько пройдусь по всем этим отверстиям Как вы видите, китайцы не утруждают себя этой операцией Надо сделать вот так вот Надо использовать маленькую зинковочку И делать это аккуратно Чтобы не повредить вот этот цилиндрический посадочный поясок Я проверил, тут как раз есть небольшой зазор Поснимал везде фасочки Вот такая красота получилась А теперь из вот этой вот каленой шпильки М8 Выточим четыре шпильки для крепления патрона Потому что, как вы сами видите Штатные болты под шестигранник Невозможно вставить в эту планшайбу Они сюда просто не пролазят Отрезал четыре кусочка каленой шпильки М8 Потом на токарном станке торцанул в размер с двух сторон В моем случае это размер 53 мм ровно Получилось сделать достаточно-таки точно Где-то в пределах одной десятой миллиметра Также на станке с помощью резца Сделал красивые фасочки с обеих сторон Выглядит все это вот так Красиво и аккуратно Намного лучше, чем просто отрезать болгаркой Установил шпильки в патрон Для этого использовал две гайки Упертых одна в другую Таким образом можно плотно зафиксировать шпильки в патроне Они упираются в дно отверстия Или в то место, где заканчивается резьба Плотно держатся И когда мы откручиваем гайки, чтобы снять патрон со станка Откручиваются именно гайки со шпилек А не шпильки выворачиваются из корпуса патрона Ну все, в принципе все готово Можно устанавливать патрон на токарный станок Ну все, наконец-то я установил этот четырехкулачковый патрон на мой токарник Все-таки пришлось расцверлить отверстия в планшайбе сверлом на 8,5 Так как шпильки немножко затирали за отверстия И устанавливать патрон было неудобно А с отверстиями диаметром 8,5 мм Патрон легко устанавливается от руки и в любом положении Что очень сильно повышает мое желание Менять токарные патроны туда-сюда Так как это не очень быстро Также ради интереса, пока патрон был снят Я замерил все биения на шпинделе Замерил биение по торцу шпинделя По посадочному цилиндру патрона По внутреннему конусу шпинделя Морзе 5 А также по наружному цилиндру планшайбы Везде биение составляет ровно одну соточку Или чуть-чуть меньше Для меня такой показатель это просто отлично Я доволен как слон Многие в интернете считают, что китайские настольные станки Кривые и неточные Но судя по показаниям индикатора Это совсем не так Посмотрим, например, биение наружного цилиндра планшайбы Я с ним ничего не делал Он сейчас в таком состоянии, как из коробки Поставил соточный индикатор Одно маленькое деление Это 0,01 мм Все работает, можно посмотреть Вот я легонько трогаю индикатор И он это улавливает Включаем обороты Смотрим Смотрим Китайцы молодцы Ну и финальная операция, которую я хотел сделать после установки этого 4-кулачкового патрона Это расточить его внутреннее отверстие с 30 мм до 38 мм плюс десятка две Чтобы оно соответствовало проходному отверстию в шпинделе моего токарного станка 38 мм Патрон установлен без кулачков, без винтов, без опор этих винтов Потом берем расточной резец Китайский Длинный Диаметр 12 мм Пластиночку будем использовать по алюминию Она острая, блестящая Почему? А потому что у меня есть много таких пластиночек И я давно хотел попробовать, как они работают Материал этого патрона чугун С установкой этого расточного резца тоже возникли некоторые проблемы А связаны они с тем, что сверху, вот тут, резец уже упирается в потолок резцедержки И его невозможно выставить по центру Поэтому я подложил две прокладки вот здесь Прямо под резцедержку Их высота около 5 мм Они подняли всю резцедержку вверх Длина вот этой центральной шпильки позволяет это сделать После чего под резец понадобилось подложить еще одну прокладку около 2 мм Резец выставил по высоте так, чтобы его кончик был не по центру А где-то на полмиллиметра выше центра Таким образом, когда на резец будет идти нагрузка Он будет пытаться не врезаться в материал А его под нагрузкой как бы выталкивает из материала И чем сильнее нагрузка, тем резец сильнее выталкивает из материала Таким образом, резец как бы снимает из себя часть нагрузки И меньше вероятность, что его закусит и сломает Потом я затянул вот этих 3 винта То есть малая продольная полностью заблокирована Так как она нам не нужна Это тоже значительно повышает жесткость всей системы Потом я поджал вот эти прижимные планки снизу Для того, чтобы люфт был минимален Сделано это с помощью винтов, которые находятся снизу А также с помощью вот этого винта Который предназначен для блокировки большой продольной Короче, выставил в большой продольной минимальный зазор Но так, чтобы она двигалась относительно легко Попробуем растачивать на автоподаче А потому я собрал гитару Если посмотреть на эту таблицу То минимальная подача для этого станка Получается примерно 0,156 мм наоборот Но это не совсем верно Мне удалось вместо шестерни на 30 зубов Поставить шестерню на 24 зуба И таким образом минимальная подача составила 0,125 мм наоборот Вот эта шестерня на 24 зуба Но чтобы ее установить, пришлось немножко подпилить приклон вот в этом месте Потому что приклон в том виде, в котором он был изготовлен на заводе При установке такого набора шестерен Просто упирался в шпиндель вот тут и клинил его Но с помощью такой простой доработки удалось немножко уменьшить подачу Но все равно она великовата На этом станке невозможно поставить подачу, например, 5 соток наоборот для чистового точения Чтобы это сделать, придется покупать другие шестерни Или делать их Или же сделать и установить сюда электронную гитару Ну пока используем то, что есть Также в сам шпиндель вот сюда я запихнул тряпку Для того, чтобы при расточке стружка не высыпалась из шпинделя с этой стороны Не падала на ремни, на шестерни Не клинила тут все и не приводила к повышенному износу Также сделал себе пометочку на резце вот тут До какой глубины нам надо растачивать Глубина расточки примерно 55 мм Короче, вот так вот идет процесс Завели резец внутрь патрона Коснулись внутренней поверхности Обнулили лимб Вывели резец вправо Смотрим на лимб Он сейчас на нуле Каждое маленькое деление это 0,05 мм на диаметр Добавляем примерно 6 делений на себя Вот так вот Вот 6 делений это 6 умножить на 5 30 соток на диаметр Или 0,3 мм на диаметр Потом с помощью вот этого рычажка Включаем автоподачу Замыкаем разрезную гайку Вот так Чпоньк После чего даем где-то Около 150 оборотиков Смотрим на резец Сначала идет точение на удар Конечно, можно было бы сделать подачу, съем и обороты побольше Но я уже пробовал Начинает скалывать кончик резца Вот так это все работает Вот, ручка крутится Идет подача Винт автоподачи крутится Гитара работает как-то так Самое высокое передаточное число Подача 0,125 мм на оборот Это все происходит не очень быстро Но нам не надо быстро Мы никуда не спешим Вот уже закончилось точение на удар Пошла цельная часть Точит по всему кругу Не спеша Нам спешить некуда Нам надо сделать четко В натуре класс За патроном там отверстие На самом деле не 38 А конус, который расходится До диаметра 42 Так что нечего бояться Что резец в что-то ударится Вот он уже дошел до конца Выключаем автоподачу Шпоньк Потом Выводим резец Вот этой ручечкой Не спеша Можно было его отвести Можно было не отвести Не важно Вот Вот такой у нас цикл Что у нас там получилось Посмотрим Ну какая-то вот такая поверхность Не очень чисто Плюс я прошелся обратно Резец нарезал Что-то подобное на резьбу Но на чистовом проходе Мы это поправим Ну в общем режет отлично Мягенько Тихо Нету никаких ударов С крежета Просто не спеша снимает чугун Отлично Особенно на таком вылете резца Вылет резца Конечно можно было бы И уменьшить немного Но да ладно И так в принципе нормально работает Ну и потом делаем еще несколько проходов Пока мы не расточим С диаметра 30 миллиметров До диаметра 38 миллиметров Плюс пару десяток Думаю нету особого смысла Это показывать Вот так вот получилось Расточил патрончик До внутреннего диаметра Где-то 38,5 Установил опоры винтов Винты А также кулачки Посмотрим что у нас внутри Расточилось достаточно таки чистенько Хотя подача 0,125 Все таки великовата Для чистовой росточки Также снял фасочку вот здесь Вот ее хорошо видно Делал ее с помощью поворота Малой продольной на 45 градусов Получилось вообще классно А также снял фасочку В этом отверстии С обратной стороны патрона Если смотреть изнутри То концы этих четырех больших винтов Прячутся на глубине Где-то 1 миллиметр Получилось красиво Ровно Точно Короче этой доработкой Я максимально доволен И теперь я могу устанавливать детали Внутри сквозного отверстия шпинделя Внутри четверехкулачкового патрона Максимальным диаметром До 38 миллиметров А это вполне себе неплохо Особенно как для настольного Токарного станочка Кстати вот таким вот образом Я повернул малую продольную подачу Для снятия фасочек Под углом 45 градусов Это конечно не самый быстрый способ Но получается четко и красиво А теперь давайте покрутим все это дело Как по мне выглядит просто отлично Этот четырехкулачковый патрончик Очень значительно расширяет возможности Моего токарного станочка Также хотелось бы показать Пару основных применений Четырехкулачкового патрона Одно из главных применений Такого патрона Это точное выставляние детали По центру, по индикатору Чтобы это сделать Деталь устанавливается В четырехкулачковый патрон Устанавливается индикатор А потом вращая патрон И подкручивая винты Отдельных кулачков Или двигая два противоположных кулачка Обеими руками одновременно Добиваемся того Чтобы индикатор показывал Биение близкое к нулю Ну или около того Зависит от того Какая точность вам необходима Для примера я зажал В четырехкулачковый патрон Шлифованный вал Это шток от амортизатора От какого-то автомобиля Он очень ровный Гладкий Блестящий Отлично подходит для этих целей Поставил индикатор Он упирается в этот шток Проверим работает ли он Я легонько нажимаю на него пальцем Вот Видно что стрелка двигается И улавливает эти нажатия Запускаем станок Смотрим на индикатор После достаточно таки Долгого выставляния Я добился того Что стрелка индикатора Практически не улавливает Никакого биения Одно маленькое деление Этой шкалы Это одна сотая миллиметра Видно что стрелочка Все таки немножко движется Но совсем чуть-чуть Это где-то Одна третья деления Что примерно соответствует Биению В три тысячных доли миллиметра Или три микрона Это достаточно таки Низкое биение Такого показателя Очень трудно добиться Расточкой Расшлифовкой Или притиркой кулачков Обычного трехкулачкового патрона Но такое низкое значение Биения у меня достигается Только в одной точке Этого вала А вот такое биение Получается на расстоянии Примерно восемь сантиметров От патрона Смотрим Биение составляет Примерно две сотых миллиметра Или две сотки Это тоже достаточно таки Неплохой показатель Так получается в основном Из-за двух причин Первая это то Что возможно этот вал Немножко неровный Ну это маловероятно Хотя тоже может быть Вторая же причина Это то что кулачки Немножко неровные То есть кулачки Зажимают этот вал так Что он находится под углом Не точно 90 градусов К передней плоскости Токарного патрона Если мы считаем патрон Абсолютно точным Чего на самом деле Практически никогда не бывает Ну и второе Самое частое применение Четырехкулачкового патрона С независимо перемещаемыми Кулачками Это зажим деталей Некруглой формы Или точение эксцентриков Можно легко зажимать детали Квадратной формы Прямоугольной Шестигранной Или какой-то неправильной формы Также можно обрабатывать детали Со смещением Причем по обеим осям И достаточно таки точно Рассмотрим на примере Этого воображаемого Деревянного шатуна Как мы видим Вот эти три кулачка Расположены в прямом положении А этот Развернут другой стороной В принципе можно разворачивать И независимо двигать любые кулачки Что позволяет обрабатывать детали С достаточно таки большим смещением от центра Также ничего не мешает Если надо снять два кулачка Оставить только два И пользоваться четырехкулачковым патроном Как двухкулачковым Возможно в каких-то случаях понадобится Оставить три кулачка Или даже один кулачок Плюс какой-то прижим Таким образом Используя четырехкулачковый патрон Можно достаточно точно Выставиться на центр какого-то отверстия После чего его точно просверлить Расточить Сделать канавки Нарезать резьбу и так далее Выглядеть все это будет примерно так Покрутим Вот наша деталь крутится Мы выставились точно по ее центру По индикатору И теперь мы можем легко просверлить И точно расточить наш деревянный шатун Но делать я этого конечно же не буду Я нарисовал тут этот шатун Просто для примера Хотя в принципе ничего не мешает Сделать то же самое С настоящим стальным шатуном От какого-то двигателя Никаких проблем Вот таким вот нехитрым способом Можно установить четырехкулачковый патрон На китайский токарный станочек А если вам понравилось это видео То подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комменты Делайте репосты А с вами был Сергей На канале Human Spirit Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok